Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как можно открыть орешек очень быстро, легко и просто. К примеру, у нас вот есть орешек, и у него есть две стороны, верхняя и нижняя. И его можно открыть как сверху, так и снизу. Для этого нам понадобится всего лишь ножик. Сверху мы открываем, поставив лезвие ножика вот в это углубление. Получается, здесь на прорези есть небольшое углубление. Вставляем туда ножик. Ну, естественно, это делается не на руках, а лежа на досточке какой-то. Просто я это так делаю, чтобы вам было виднее. Вот, вставляем туда и начинаем его как бы так вот вбок поворачивать ножик. Немножко давим и проворачиваем по бокам. И вот ножик уже и открывает орешек. А потом просто опять так же вбок давим. И орешек открывается. Вот так просто. Ну, естественно, это делается не в руках, а где-то вот так вот на столике. И аккуратненько, чтобы не порезать руки, чтобы ножик не соскочил и не резнул глаз. И сильно давить не надо, так немножечко, аккуратненько, пока он не войдет. И таким вот образом можно открыть орешек. Как вы видели, произошло это достаточно легко. Так же можно открыть и снизу. Это у нас была верхняя часть, а вот нижняя. Но для этого нам понадобится ножик с такой вот заостренной дюбкой. Эту дюбку мы как бы сзади начинаем немножко так вот надавливать. Тоже так двигая немножко, чтобы оно туда вошло. И вот, вот оно и вошло. Но сначала не хотел, но как-то оно так где-то нашло место, куда можно войти. И когда он туда вошло, вот видно, что оно уже там немножко вошло. Тоже начинаем двигать. И немножко надавливать, чтобы он туда заходил. И вот оно. Самое главное, что вам нужно делать, это немножко шевелить ножиком. Как видите, вот все, оно уже открыто. Получается, вот здесь такое как бы, как треугольник такое, заужение идет. И вы ножик вставляете так вот сюда и начинаете давить, и немножко так вот шевелить. И ножик потихонечку найдет этот вот, этот вход. И дальше тоже так шевелить, а пока оно не откроется. То есть достаточно легко можно открыть. Как сверху, так и снизу. Вот, а дальше, когда вы уже открыли, не нужно, не нужно брать и ножиком вот так вот выковыривать. Потому что если вы начнете так выковыривать, орешек поломается и рассыпется в мелкую друху. Нам нужно надломать скорлупу в двух местах, а потом ее просто открыть. Если у вас есть инструмент, сейчас я возьму плоскогубцы. И вот они, плоскогубцы. Если у вас есть инструмент, то тогда вы просто берете и сжимаете орешек посередине. Но аккуратненько. Вот, чтобы он треснул. Видите, треснул здесь вот. И надо, чтобы еще снизу треснуло. Вот, 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 вот так должно произойти. Трескается здесь и здесь. После чего вы просто открываете. Вот, когда у вас треснуло в двух местах, вы просто немножко давите, чтобы треснуло дальше. А когда дальше треснуло, то вот орешек уже открыт. Вы снимаете крышечку с одной стороны, вон там уже пусто. И из оставшейся крышечки вы его высовываете. Вот одна половиночка, довольно-таки целенькая. А если бы вы ножом выговаривали, она вся бы раскрошилась. И вторую половиночку вы тоже ломаете. Вот эту перегородку аккуратненько. И вторую половиночку тоже оттуда забираете. Все, вон там пусто. И вот, пожалуйста, идеальное извлечение орешка. Вот они, две половинки. Вот он вам целенький орешек. Что довольно-таки круто. Не пришлось... Не пришлось его крошить, сломать. А здесь вот просто две... Вот он, наша коробочка. Вот они, две половиночки. Вот они. Все. То же самое можно сделать и руками. Но руками это будет сделать сложнее. Потому что вам придется надавить на шкарлупу так, чтобы она треснула в двух местах. На весу это сделать, я думаю, не получится. Хотя можно попробовать. Но сил прикладывать надо много. Обычно я это делаю вот так. Ложу на какую-то поверхность и жму. Чтобы оно треснуло. Так же в двух местах. Вот в одном месте уже треснуло. Вон оно видно. И нужно, чтобы в другом месте треснуло теперь. Ну, как мы видим, вот оно треснуло. И тут, и тут тоже в двух местах. И теперь нам эту крошечку опять-таки надо снять. Вот мы снимаем крошечку. С одной стороны достаем какую-то часть. Орешка. С одной стороны вот она часть. Это у нас с той стороны. Убираем перегородочку. И достаем вторую часть орешка. Вот она тоже часть орешка. Ну, вот и все. Как видите, тоже идеальное извлечение орешка произошло. Таким образом вы легко можете как вскрыть орех, так и извлечь орех. Что удобно, то что не нужно никаких специальных инструментов. Как вы видите, можно вскрыть орех с помощью ножика. А разломать его можно и руками, уперев орех просто во что-то. Конечно же, если у вас есть под рукой плоскогубцы, будет проще его вскрыть. Но можно обойтись и без плоскогубцев. И если вы где-то нашли орешек, то у вас сможет оказаться под рукой ножек, но вряд ли у вас окажется под рукой плоскогубцы. Вот. Так что, таким вот образом можно легко и просто вскрыть орешек. Ну, а на этом все. Всем пока-два.